Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. И сегодня это. Сколько семей в России улучшили свои же личные условия? Какие требования к качеству воды у нас в Петербурге и как часто ее проверяют? Какие химические элементы содержатся в нашей воде и чем она отличается от других регионов? Что такое биомониторинг и что о качестве воды может рассказать, например, сердцебиение рака? Я Леонид Филиппов. Давайте начнем. Ну а начнем с вопросов, которые волнуют вас, наших зрителей, и на которые мы стараемся ответить максимально подробно. У каждого петербуржца есть возможность подойти к нашему корреспонденту программы «Объясняем СПБ» прямо на улице и спросить все, что интересует здесь и сейчас. Добрый день. Меня зовут Анна. И у меня есть вопрос. Подскажите, как получить выплату, если я ухаживаю за бабушкой? Что ж, на этот вопрос у нас уже есть ответ. Начнем с того, что помощь старшему поколению – дело ответственное и необходимое. Ведь с возрастом людям сложнее заниматься даже простыми бытовыми делами. А для того, чтобы ухаживать за бабушкой или дедушкой, не обязательно с ними жить или даже быть родственниками. Помогать старшему поколению могут школьники с 14 лет, студенты и неработающие россияне. Люди, которые уже работают, тоже, естественно, могут помогать, но им выплата не положена. Компенсация, которую можно оформить, составляет 1200 рублей. И она будет приходить каждый месяц вашему подопечному. Для оформления выплаты необходимо обратиться в соцфонд, либо на портал госуслуги. Далее нужно составить заявление и приложить согласие того, о ком вы хотите заботиться. При личном обращении потребуется только паспорт, а все остальные бумаги ведомство запросят сами. В течение 10 рабочих дней заявление будет рассмотрено и вам сообщат результат. Помимо денежной компенсации, тем, кто взял на себя ответственность и обязательство позаботить о старшем поколении, дополнительно будут учитывать такую помощь в трудовой стаж в размере 1,8 коэффициента за год. Подвести итог хотелось бы тем, что желание помогать – это благородный поступок. И именно такие вещи и делают нас с вами настоящими людьми. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. 11-классники полностью обеспечены новыми учебниками истории. Во все российские регионы доставили свыше 755 тысяч пособий. Минпросвещение рассказали, что занятия по новым учебникам проходят в школах уже с 1 сентября. В ведомстве также отметили – текст издания основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому нашей страны. Ну а что касается 10-х классов, то они получат новые учебники к следующему учебному году. Всего в школы доставят более 720 тысяч экземпляров пособий. Около трех миллионов российских семей улучшили свои жилищные условия за 8 месяцев этого года, что на 16,6 больше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом рассказали в Министерстве строительства и ЖКХ. По данным ведомства, в настоящий момент строится более 18 тысяч многоквартирных домов с площадью свыше 150 миллионов квадратных метров. Вместе с тем фиксируются высокие темпы обеспечения жилых районов необходимой инфраструктурой. С января по август ввели в эксплуатацию 43 объекта. Это школы, детские сады, поликлиники, дороги, а также сети водоснабжения и канализации. В следующем сезоне отпусков у людей появится более широкий выбор вариантов отдыха. Этому будет способствовать развитие отелей и глэмпингов. На эти цели регионы нашей страны получат дополнительные 10 миллиардов рублей. Эта мера поддержки будет выделена по поручению президента в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ожидается, что средства позволят создать свыше 8 тысяч номеров в гостиницах. И это станет весомым стимулом для развития регионов. Наш эфир продолжается и прямо сейчас поговорим о качестве воды в Петербурге. И тему мы выбрали не случайно. 18 сентября во всем мире отмечается День мониторинга качества воды. Какие химические элементы содержатся в петербургской воде? И чем она отличается от воды в других регионах? И куда можно обратиться, если качество воды в доме вызывает сомнения? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашей гостьей. Татьяна Портнова, начальником службы главного технолога государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга». Добрый день, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию и побеседовать. Добрый день, спасибо, что пригласили. Давайте начнем с простого сразу же. Как часто к вам обращаются друзья, люди, окружающие с вопросом, а можно ли пить воду из-под крана? Ну, этот вопрос, наверное, звучит очень часто. И хочу привести такой пример. Однажды с друзьями, с сокурсниками встречались в ресторане, отмечали Новый год, и я попросила принести воды и сказала, можно из-под крана. На что официант мне сказал, вы что? И мои друзья захохотали и сказали, неправильный ответ в присутствии главного технолога. Поэтому ответственно хочу сказать о том, что вода, несмотря ни на что, которая поступает к нам, к вам, в дома. Грубо говоря, в кране, вот в нашем доме. Да, абсолютно точно. Она безвредна по химическому составу, безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении и благоприятна. Но если вы хотите ее несколько улучшить, Водоканал Санкт-Петербурга всегда говорит, это право потребителя. И привожу такой пример, когда мне говорят, вот, если сейчас пропустить воду через кувшин, она станет совсем другая, действительно благоприятная и так далее, без запаха, без привкусов. И всегда на этот вопрос отвечаю. А вы попробуйте отобрать воду из Невы, источника водоснабжения города Санкт-Петербурга, и пропустить через этот фильтр. Что будет? Такого эффекта не будет. И всегда с гордостью за профессию говорю о том, что, ну, значит, Водоканал Санкт-Петербурга большой молодец. Тогда давайте сразу узнаем, вот Водоканал Петербурга самый большой молодец. А как вы достигли того, что вода у нас в кране чистая, ну, скажем, кристально чистая? Каким образом вы этого достигаете? Конечно, нужно наверняка сказать о том, что основной источник водоснабжения города Санкт-Петербурга, это наше профессиональное определение, откуда же мы берем воду, какую воду мы очищаем, это река Нева. Существует такое расхожее определение для нас, основного источника водоснабжения, а для всех петербуржцев, что Нева – царица Петербурга. И вот эта царица для нас тоже, она как царица. Мы, конечно, бесконечно благодарны тому, что живем в таком городе, когда основной источник водоснабжения такой вот обладает большим запасом воды. У нас с вами нет ведь неуюта, что вода подается по часам, суток. Нет. 24 на 7. Она всегда есть в любое время, в любом месте, грубо говоря. Да, да. Но, тем не менее, вода берет свою, река Нева берет свое начало в Ладожском озере, протекает по территории многих-многих населенных пунктов, 74 километра, и, конечно же, нуждается в очистке. Ну, категорически нельзя подавать воду без очистки. То есть, грубо говоря, мы не можем взять стаканчик граненый и зачерпнуть прям Невы и сразу выпить. Ну, можно, но только давайте сразу таблеточки, да, и так далее. В общем-то, ну, если уж совсем захочется пить, может быть и ничего. Вот. Но, тем не менее, если мы говорим о серьезных вещах, о водоснабжении такого мегаполиса, как Санкт-Петербург, то, конечно, воду нужно очищать. Обожаю свою профессию за то, что все в водопроводе просто. Если мы хотим, чтобы вода была светлой, ее надо осветлять. Есть такой профессиональный... Чем? У вас есть какая-то бутылочка специальной химии, вы так вылили ее, и все, она светлая. А вы абсолютно правы, между прочим. Потому что бутылочка со специальной химией у нас есть. Для того, чтобы обесцветить воду, живем на болоте, поэтому очень много торфа, органики и так далее. Поэтому, чтобы вот эту воду очистить, конечно, надо взять специальную бутылочку со специальными, как мы говорим, химическими реагентами, добавить воду, пропустить через фильтры и отстойники. Обязательно воду надо обеззараживать. Процесс обеззараживания воды выделяется как самый-самый главный. И в этой связи, опять-таки с гордостью, с 2007 года вся вода, которая очищается, забирается из реки Невы и очищается на наших сооружениях, проходит обязательную стадию ультрафиолетового обеззараживания. Вы можете меня спросить, но а в чем тут ноу-хау-то? Да, ультрафиолет. Вроде слышали уже давно, что воду так во многих регионах России очищают ультрафиолет. В чем новшество, отличие? Почему наша вода еще лучше? Да, во-первых, масштабы. Потом следует, конечно, обязательно сказать о том, что когда изменилось в 2001 году законодательство и требования к воде стали достаточно жесткими, мы поняли, что надо внедрять вторую ступень обеззараживания. То есть была одна, появилась необходимость еще одной, под новые стандарты. Да, да. И опять-таки, наверное, с гордостью за предприятие хочу сказать о том, что мы не исповедуем религию. Это трудно, это невозможно. Закон есть закон. Поэтому Питерский водоканал в 2007 году внедрил повсеместно ультрафиолетовое обеззараживание. И вот если вспомнить недавние печальные времена пандемии, ковида, то, конечно, первый вопрос был. А если все-таки будет доказан водный путь распространения инфекции, насколько мы опасны? Можем ли мы защитить наших горожан от этой страшной болезни? Мы связались с разработчиками ультрафиолетовое обеззараживание, получили информацию, в каких дозировках ультрафиолетового облучения нужно обрабатывать воду, выдохнули, потому что наши дозы больше, чем те, которые нужны для инактивации или уничтожения вируса ковида. То есть даже в случае с новой болезнью, которая попала во весь мир, мы уже заранее могли понимать, что в воде никаких проблем не будет. Ну и предлагаю тогда на данный момент прерваться на секундочку и посмотреть сюжет моего коллеги Алексея Смирнова. Мы узнаем о том, с помощью кого и чего еще контролируют состояние воды, как морские и речные животные помогают в этом. Давайте посмотрим и потом обсудим. Каждый год в мире синтезируется более 200 тысяч новых веществ, и они могут попасть в нашу воду. Разработать метод анализа под каждое из них невозможно. Благо ученые из Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали уникальный метод биоиндикации. Как с помощью раков и моллюсков контролировать качество воды, которая попадает к нам в дом, узнаем сегодня в лаборатории. Живые организмы – это широкополосный датчик, который реагирует на все, если это важно для его жизнедеятельности. У них сердце удачно расположено, вот такой щиток, как на латах, и прямо посредине. И при резком изменении факторов, что биологические угрозы, ну, сейчас он находится в стрессе, что химический, он способен увеличить пульс с нормальных 30-40 ударов до 100-120 за 3 секунды. Это униониды, широко распространенные на северо-западе моллюски. К каждой из восьми особей подключен оптоволоконный кабель. Сигнал кардиоактивности идет по кабеле и усиливается в миллион раз с помощью усилителя сигнала. И далее на экране мы видим эту кардиоактивность. Анализ ее помогает нам понять здоровье особи и, как следствие, состояние экосистемы. Если вам что-то такое, у вас какое-то известие неприятное, всегда адреналин выделяется, и у вас бывает повышение частотических действий, так сказать, а потом, так сказать, это можно перейти и проделать. Вот то же самое, собственно говоря, и на раках, так сказать. И программа так устроена, так сказать, что по уровню вот этого, так говорится, изменения фонового частотических сокращений оценивается уровень опасности. Системы биоиндикации установлены на каждой станции забора воды водоканала. И раки следят за качеством и частотой воды и, получается, заботятся о нашем с вами здоровье. Спасибо. Правильно ли я понимаю, что у нас в Петербурге вот есть ультрафиолетовая чистка, всевозможные приборы учета, контроля качества, группы, которые постоянно контролируют, но вот это, это просто дополнение, когда сама природа оценивает, а как все-таки справляемся с работой. Вы абсолютно правильно все понимаете. И хочу сказать, что действительно, вот где бы я ни выступала, в аудитории обязательно найдется один или два человека, которые скажут, ну смотри, сейчас будет рассказывать про своих раков. Вот. И слыша это, начинаешь объяснять, что Питерский водоканал достаточно ответственная организация. Мы отвечаем за жизнь и здоровье такого города. И поэтому система биомониторинга, вот которую мы сейчас сюжет, да, просмотрели, безусловно, это элемент системы безопасности контроля воды. И сейчас, когда действительно на нашем предприятии очень-очень активно развиваются системы онлайн-контроля приборные, часто слышишь вопрос, ну тогда зачем вам раки? И отвечают, что можно проконтролировать супер-пупер, вообще изумительными приборами все параметры, мыслимые или немыслимые, но, как любой живой организм, раки способны реагировать на изменение какого-то компонента, который в сочетании с другими компонентами может вызвать негативную реакцию организма. То есть, грубо говоря, по приборам у нас все в порядке, все хорошо, но живой организм реагирует, что вот два соединения химических не особо комфортно. Да, то есть вот предельно допустимые концентрации не достигнуты, но один из компонентов поменялся, и вот уже какая-то идет реакция. И когда мне, ну достаточно часто задают вопрос, как часто появлялся красный сигнал в системе биомониторинга, я всегда отвечаю, что обожаю этот вопрос по одной простой причине. За все годы с 2005 года ни разу мы не регистрировали красный сигнал. Красный сигнал, это, если я правильно понимаю, по опросу сожживаюсь, это значит вода в очень плохом состоянии, пара тревожится. Опасно, опасно, да. То есть получается, вот система биомониторинга с помощью живых организмов, это просто еще одна дополнительная лакмусовая бумажка, с помощью которой вы изучаете, ну, со всех сторон воду. Контролируем, да. Хорошо, тогда вопрос, вот смотрите, например, дома я открываю у себя кран, купить, например, квартиру в новом доме в Петербурге, пьешь и невкусно. Вот как так получается, что вода от вас выходит отлично, и раки ее одобрили, и приборы, и вы ее одобрили. Открываешь кран, она какая-то невкусная, подозрительная странная. Вот как так может получиться? Дело в том, что город Ленинград строился, как все советские города, на перспективу, на развитие. Но с течением времени, не только в Санкт-Петербурге, не только в России, но и во всем мире, потребление воды, культура потребления воды изменилась. И если бы мы с вами встретились лет 20 назад, я бы говорила о том, что в сутки мы подаем 3 миллиона кубов воды питьевого качества. Сегодня эта цифра 1 миллион 400 тысяч. Что это означает? Что те огромные трубопроводы, которые были построены, они были рассчитаны на другие объемы воды, на другие скорости. Но опять-таки, снимает ли это ответственность с водоканала Санкт-Петербурга? Получается, мы все равно заботимся о людях сегодня, а не раньше когда-то. Да, но тем не менее, мы обязаны, мы просто обязаны предусматривать такие технологии, которые и в этих условиях сделают нашу воду комфортной и приятной. И есть уже два таких ярких примера. В Сестрорецке и Петродворце мы внедрили технологию применения такой специальной фильтрующей загрузки по составу, которая напоминает мрамор. Мрамором воду очищаем. Мрамором воду очищаем, делая ее чуть-чуть голубее. И вода, когда проходит через эти два слоя, песок и мрамор, она действительно чуть-чуть меняется. И уже доходит до крана потребителя совсем другого состава. Она уже по цвету, более голубая. Она приятная на вкус, потому что кальций придает чуть-чуть сладость воде. То есть можно купить себе фильтр в квартиру, просто отдельно дополнительно, если хочется, ну вот прям голубую воду, такой мраморный фильтр, грубо говоря. И все у тебя прям как на картинке в кино вода. Да, однозначно. А все почему? Потому что Питерский водоканал создает базовую питьевую воду высочайшего класса. С вами очень приятно беседовать, потому что по вам видно, насколько сильно вы любите работу, у вас колоссальный опыт, и хочется вас слушать и слушать. Поэтому я задам еще один вопрос. Спасибо. Смотрите, вот ваши труды. Кому-то вода нравится, кому-то нет. А вот куда можно обратиться? И с жалобой, может быть, меня не совсем устраивает вода, или может какие-то пожелания есть. Куда мне, как петербуржцу-потребителю, обратиться? С начала 21-го года, века, извините, в водоканале функционирует система, так называемая горячая линия. Но если вы хотите получить экспертную оценку воды с протоколами, с экспертным заключением, то нужно обращаться в Роспотребнадзор. Но хочу сказать, что горячая линия водоканала работает 24 на 7, и это никакая не реклама. В обязательном порядке, по любому звонку, наши специалисты выезжают, отбирают, абсолютно бесплатно отбирают пробы воды. Но хочу обратить внимание зрителей, в зоне эксплуатационной ответственности водоканала, именно там, где мы отвечаем. А человек-то отобрал воду в кране у себя, и здесь уже нужно обращаться в другие службы. Ну, то есть в любом случае, вот смотрите, у нас остается минутка, давайте окончательно в этом разберемся. В любом случае, когда эта часть, грубо говоря, магистрали подответственна вам, можно обратиться, сразу же вам позвонить 24 на 7, и вы поможете разобраться, что происходит. Я еще хотела, если позволите, буквально одну секунду. Сегодня, конечно, такой значимый день, мониторинг контроля качества воды. И хочу сказать, что водоканал Санкт-Петербурга впервые в России выступил с инициативой, и сейчас идет реализация этого проекта. По всему движению воды реки Невы от Ладожского озера до Финского залива, мы в этом году, частично, может быть, в 2024 году, организуем систему объективного онлайн-контроля качества питьевой, вернее, природной воды, Невской воды, потому что понятно, что безопасность питьевого водоснабжения, она определяется и тем, какие вещества содержатся в источнике водоснабжения. То есть изначально вода тоже будет контролироваться полностью? Да, и причем по системе так называемого раннего оповещения, когда мы успеем подготовиться, и если надо, перейдем на систему резервного водоснабжения города Санкт-Петербурга. Спасибо вам за эту информацию, за эту беседу. Очень понравилось. Я хочу сказать спасибо вам за вашу работу, водоканалу в целом за то, что обеспечивает нас чистой водой. Поздравляю с праздником. Спасибо. Ну и напоминаю о том, что мы беседовали с Татьяной Портновой, начальником службы главного технолога государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга». Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я Леонид Филиппов. Объясняем из полга.